Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я решил поделиться теми людьми, от которых я получаю знания в бизнес, так сказать, сфере. Что я имею в виду? Ну, вы давно уже все, мы давно уже все заметили, да, что мы живем в такое удивительное время, что если ты не работаешь в какой-нибудь государственной организации или большой какой-нибудь корпорации, то мы все в каком-то смысле заняты личным брендингом. И продвижением своих услуг в интернете, так или иначе. То есть мы все как будто бы стали бизнесменами, по неволе просто, да. И это накладывает, на мой взгляд, на нас определенные, так сказать, обязательства. Помимо нашей профессиональной деятельности, помимо того, что мы развиваемся как специалисты в тех областях, в которых мы развиваемся с вами, да, мы должны определенную часть времени тратить на то, чтобы держать, что называется, нос по ветру в мире бизнеса, в мире новых бизнес-технологий. Поэтому я и решил поделиться с вами теми людьми, которые мне помогают как раз держать нос по ветру, именно вот в тех самых, что называется, бизнес-технологиях и в изменении этого мира, конкретно в теме бизнеса. Значит, этих источников у меня в основном четыре. Ну, один из них, наверное, в меньшей степени использую и начну я с него. Когда-то давно я случайно совершенно попал под автоматическую, видимо, рассылку и познакомился с компанией Genius Marketing. Это киевская компания, в которой оказалось, один из соучредителей является одноклассником моего младшего брата. И поэтому, когда я спустя, наверное, лет 5-6 после того, как я первый раз получил эту рассылку, я принял решение там пройти небольшое обучение, то я получил через своего брата, так сказать, подтверждение того, что эта компания действительно та, кем она себя называет. Это те люди, которые действительно стоят того, что они просят, так сказать, за свое обучение. Вот. И хочу вам сказать, что у них действительно очень достойные есть курсы, у них есть, у них достойное обучение. И один из учредителей, который постоянно на виду, это Алес Тимофеев, он проводит действительно грандиозные мероприятия в Киеве, которые собирают очень огромное количество человек, там тысячи людей приходят. Это лаборатория онлайн-бизнеса называется мероприятие. Я туда этим летом хотел попасть, или осень, осень, по-моему, они делали, да, хотел попасть, но не попал, потому что посчитал, что то, что я смотрю, пока мне достаточно, и так вот глубоко погружаться. Но я думаю, что на следующее мероприятие я все-таки, наверное, попаду, потому что сейчас в связи с каким-то таким общим переходом на онлайн, на интернет-ресурсы, я думаю, что этот карантин у нас не последний. Вот. Я думаю, что все-таки надо овладевать немножко и этими знаниями. Значит, второй человек мне очень сильно помог в настройке рекламы таргетированной, а также помог в общении со специалистами, которые эту таргетированную рекламу устраивают за деньги. Потому что я у этого человека учился немножко и, можно сказать, даже так, серьезных каких-то больших платных программ таких не посещал, потому что я считаю, что, ну, я же не хочу становиться СММ-специалистом, который выполняет заказы за деньги. А у него были программы как раз для таких. А вот то, что чуть-чуть, вот как-то с краешку, чтобы как-то разбираться, быть, что называется, в курсе, я как раз этого достаточно. Это парня, этого зовут Зуши Плетнев, он базируется в Киеве и у него есть своя страничка на Фейсбуке. Часто делает он прямые эфиры, делится всякими новинками, которые появились в Фейсбуке и Инстаграме. И это очень здорово и это очень нужно, потому что, ну, мы с вами все в Фейсбуке и в Инстаграме, поэтому, конечно, хорошо быть в курсе каких-то таких очень главных вещей. Значит, третий человек, который очень мне тоже помогает и делает невероятно важную и ценную работу вот прямо сейчас, он устраивает периодически такие встречи по Скайпу, по Зуму с представителями бизнеса интересными. И называется эта серия роликов у него «Антикризисный созвон». Это Андрей Федорев. Андрей Федорев – это наш киевский бизнесмен, который интересен сам по себе, как человек. И интересно, очень держит в курсе событий, которые происходят у нас в бизнесе. И мне очень-очень помогают его вот эти вот интервью. Недавно он делал интервью с одним из учредителей «Новой почты». Сегодня он делал интервью, буквально вчера он выпустил интервью с человеком, который в свое время уехал из Украины и занимается сейчас поставкой паспортов разных государств клиентам своим. И почему он это делает, рассказывал очень интересно. Это, оказывается, легальная такая история, хотя звучит немножко нелегально. И Андрей Федорев еще выпустил замечательный курс, который я не выдержал и тоже как-то рекламировал знакомым своим, потому что это очень здорово. Причем, хочу вам сказать больше, поделиться вот этой информацией меня как раз подвинул именно вот этот его курс. Курс Андрея Федорева абсолютно бесплатный, выложен на его канале. Называется он «Бренд Фазер». В этом курсе идет речь о том, как создавать бренды, как их правильно позиционировать, как их правильно реализовывать. И вы знаете, я вообще по натуре брендоман. Я очень люблю брендовые вещи. Я люблю создавать сам какие-то бренды. И люблю, потому что ты можешь быть причастным к этому процессу создания. И это очень, к процессу творения, и это очень здорово, это очень интересно, меня это захватывает очень. Вот. Ну и четвертый человек – это Радислав Гондопас, который является специалистом по ораторскому мастерству и лидерству. Мне очень нравится тоже его подход к жизни, его подход к семье. И когда он высказывается о своей семье, о детях, о воспитании, может быть, конечно, там нет такой глубины, чтобы я как-то профессионально там, да, что-то для себя почерпнул. Но это интересная позиция, очень такая осознанная. А ведь у меня одна из моих, так сказать, ключевых задач – это как раз пробуждение осознанности в родителях. Вот. И улучшение детско-родительских отношений. И то, как Радислав говорит о бизнесе, о тенденциях, о подходах к бизнесе, мне очень нравится. Поэтому я вот с радостью делюсь с вами этими четырьмя, так сказать, своими источниками, которые мне очень важны и очень ценны. Я, конечно, надеюсь, что, возможно, кто-то из вас тоже имеет какие-то свои каналы, где он берет что-то для себя важное, ценное и полезное. А с кем-то, может быть, мы совпали. И если у кого-то есть что-то новенькое, поделитесь в комментариях. Мне, правда, будет очень интересно. Вот такой вот получился необычный в этот раз немножко ролик. Спасибо за просмотр. Всем до связи. Пока.